Дорогие друзья, здравствуйте. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. И сейчас я подключу к нашему диалогу нашего эксперта. Людмила Шабанина, компания New Estate. Люда, здравствуй. Будем разговаривать сегодня о недвижимости Болгарии. Слышно меня, видно? Да, слышно, видно. Здравствуй, Филипп. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушатели, зрители. Отлично. Дорогие друзья, итак, очередной стрим в телеграм-канале портала Прианру Недвижимость за рубежом. Недвижимость Болгарии по-прежнему востребована. Блок вопросов мы постараемся сегодня обсудить самый широкий, потому что у значительной части нашей аудитории стоит вопрос даже не купить, а скорее продать. А у кое-кого стоит вопрос, можно ли вообще купить или продать, с какими трудностями сейчас сталкиваются в частности покупатели, например, из России. Ну и, соответственно, ближайшие 30-45 минут мы этому посвятим. Традиционно будет у нас чат работать. Вот он работает по этой ссылочке. Приан-чат. Вот, пожалуйста, смотрите. Вопросы в эту группу вы можете присылать. Соответственно, я их озвучу, поскольку ближайшее самое время увижу. Традиционно поставлю вот эту замечательную бумажечку вот здесь. Вот она где-то у нас есть. Опс. Сейчас, секунду одну. Ловкость рук, и все будет хорошо. Так, это раз. Второй момент будет, безусловно, запись. Запись будет, ну, мы выложим, постараемся уже сегодня к вечеру ее выложить. И, соответственно, кроме этого будет статья по итогам нашего сегодняшнего стрима. Итак, Люда, давай начнем с места карьеры. Первый вопрос, традиционный, наверное, для всегда по зарубежной недвижимости, по любой теме он актуален. Что сейчас происходит с ценами в Болгарии? И давай поговорим о ценах в первую очередь на побережье. Пожалуйста. На побережье цены в этом году существенно подскочили. Мы наблюдаем рост 20-25% на курортную недвижимость в Болгарии. По сравнению с прошлым годом, с прошлым летом. С чем это связано, почему именно вот такой рост? И если мы перенесемся, может быть, немножко на другие регионы страны, по всей ли стране такое изменение? Да, в принципе, по всей стране большой, очень высокий спрос на недвижимость. Люди покупают сейчас как в крупных городах, так и на побережье. Такой рост цен вызван большим интересом самих болгар к своей курортной недвижимости. Граждане Болгарии покупают очень активно на побережье, буквально скупают все. Вот, то есть это хорошая такая новость для продавцов, для тех, кто хочет продать свою недвижимость. Но, несмотря на то, когда мы говорим, что цены выросли на 20-25% по сравнению с прошлым годом, то есть все равно у них есть реальная рыночная стоимость. И смотря от чего отталкиваться, цены выросли с тех цен, по которым реально осуществлялись сделки в прошлом году. Сейчас эти цены выросли. Я приведу пример. Например, студии, если продавались в прошлом году, скажем, за 17-18-19 тысяч евро, то на сегодняшний день студии стоят уже 22-23-24, а то и 25 тысяч евро, в зависимости от, конечно же, места, вида и так далее. В принципе, апартаменты с одной спальней, двухкомнатные квартиры в прошлом году продавались по 25-27 тысяч евро, сейчас уже 33-35-36 тысяч евро. Вот в Святом Власе, например, сейчас не найти двушку ценой под 40 тысяч евро, то есть это 40 и выше, вот, и трехкомнатные, соответственно, 45-50 тысяч евро. Я говорю сейчас конкретно, может быть, о заливе Солнечного берега, то есть Несеба, Равда, Солнечный берег, Святой Влас, да, ну вот такие цены. Конечно же, если продавцы сейчас думают, что если они в прошлом году не продали свою недвижимость, выставив ее по определенной цене, то на сегодняшний день, вот в этом году мы продали такие объекты, если в прошлом году у них цена была чуть-чуть выше рыночной. Если я правильно понимаю, ведь цены в Болгарии, особенно на побережье, они стояли года примерно до 2018-2019, а потом начали подниматься совместно, одновременно с пандемией, как ни странно. То есть, говоришь, что сами болгары заинтересовались своими курортами, а если мы говорим о других направлениях, о покупателях других стран, кто это? Это как и в прошлом году и в позапрошлом, вот последние 2-3 года начали активно покупать, поляки, румыны, они также и продолжают покупать. Вот мы специально, наша компания сейчас очень активно работаем с румынами, мы развиваем это направление, поскольку видим очень серьезный спрос на недвижимость со стороны румынских граждан. Достаточно пройтись здесь по побережью и посмотреть на номера машин, то есть румынские номера просто преобладают наряду с болгарскими и с украинскими в этом году. Но румыны, поляки, немцы, как покупали, так и покупают граждане Германии, не только русскоязычные, но и немецкоязычные. Французы, бельгийцы, голландцы у нас есть покупатели, то есть восточная и западная Европа. Но с болгарами больше всего сделок происходит сейчас. Если мы говорим о спросе со стороны болгар, ну или об основном, скажем, спросе, есть ли вообще принципиальная разница, ну если мы возьмем, например, солнечный берег, понятно, что он сам по себе большой, понятно, что там первая, вторая, третья, четвертая, пятая линии уже построены. Можно ли сказать, что что-то продается лучше, что-то продается хуже, или спрос такой, что, по крайней мере, в курортной зоне трудно найти объект, который сам по себе заведомо не интересен вне зависимости от цены? Ну да, сейчас вот, например, болгары, они, конечно же, обращают внимание в первую очередь на объекты, в которых таксоподдержки или отсутствует вовсе, или она в разумных пределах, да, то есть 500-600 евро за поддержку в год болгары готовы платить, но если есть такие объекты, в которых, например, вот как, если приводить конкретный комплекс в Равде, Эмеральд, известный комплекс, там таксоподдержки 18 евро за квадратный метр. Конечно же, комплекс работает, там много, очень хорошо развита инфраструктура, но болгарским покупателям такие объекты менее интересны. Их скорее приобретет покупатель из Западной Европы или, ну, или из Польши, например, с целью инвестиций. Смотрят на объекты, которые расположены удачно, выгодно, ну, всегда местоположение объекта здесь по отношению к морю и по отношению ко всей инфраструктуре, как супермаркеты, автобусные остановки. Конечно же, люди сейчас спрашивают, интересуются теми комплексами, которые не замирают в зимнее время. То есть, что люди хотят пользоваться и зимой своей недвижимостью, а поскольку, как ни странно, вот раньше Солнечный берег, мы помним с вами, это здесь все вымирало зимой, то в последние годы он действительно превращается в город, в такой курортный. Очень многие люди остаются жить круглогодично здесь. Многие даже из городов переезжают сюда, вот болгары, потому что здесь и работы очень много, и вообще как-то, ну, в туристическом секторе, конечно. Но курорт становится привлекательным и для круглогодичного проживания. Вот, ну и покупатели смотрят вот на все это. Например, те, которые не живут здесь, в Болгарии, да, поляки, румыны, они смотрят с целью отдыха и инвестиций потенциальной сдачи в аренду, да. А болгары сами, они, конечно же, смотрят в первую очередь это, чтобы использовать самим курортное жилье, может быть, в какой-то небольшой период сдавать в аренду, но и приезжать, и они хотят иметь возможность приезжать круглый год сюда. Окей, что происходит с новостройками? Ну, вот я довольно давно, к сожалению, у вас не был, но после вот того бума, когда десятки комплексов строились буквально вот по всему Солнечному берегу, сейчас, ну, там, скажем, условно говоря, уже в году в 18-м, в 17-м такой активности не было. А сейчас что? Насколько какие-то новые проекты появляются именно, если мы говорим о курортных зонах? Значит, в курортных зонах строительство, может быть, заканчивается, новостройки, которые проекты были начаты несколько лет назад, они сейчас завершаются и достраиваются. Ну, вот мы видим, да, новые объекты, новые здания, которые подходят к своему завершению. Нового строительства сейчас не начинается. Ну, я не вижу комплексы, которые в данный момент начинают строиться, поскольку, несмотря на то, что цены выросли на побережье, себестоимость строительства все равно высока тоже. Выросли зарплаты у людей, выросли цены на материалы для строительства, и застройщикам, инвесторам сейчас в курортных районах все еще невыгодно строить. То есть, например, скажем, 700-800 евро за квадратный метр, если цена продажная, рыночная цена, ну, 900 где-то, то и себестоимость строительства сейчас тоже примерно столько же, поэтому даже можно строить в убыток себе, это невыгодно. Поэтому на курортных районах, в курортных районах сейчас строительство новое новое не развивается активно, продается то, что было построено ранее, а вот в крупных городах совсем другая история. Вот как раз про крупные города давай немножечко поговорим. Последние, опять-таки, 3-4 года, это может быть чуть даже побольше, говорят, что София абсолютно меняется, и вот то, что, условно говоря, там с Прагой происходило последние 10 лет, 15, может, даже, то, что с Будапештом происходило последние 8-10 лет, вот тут же, та же активность начинается и на рынке Софии. То есть много строят, цены растут, и по-прежнему определенного класса жилья не хватает. Вы работаете и в Софии тоже, поэтому несколько слов давай об этом городе. Да, наш главный офис расположен в Софии. В Софии очень активно ведется строительство новое, цены там уже 1500 евро за квадратный метр стали совсем нормальными ходовыми ценами, а то и выше в зависимости от районов и от самих жилых объектов. В Софии продается спрос, есть на абсолютно любую недвижимость, и как ты, вот мы с тобой до эфира обсуждали, советские так называемые дома панельные тоже, и на них есть большой спрос, и на парковочные места, которые открытые, есть большой спрос, и на новое строительство, на квартиры в новых домах, на торговые площади. То есть абсолютно на любые объекты недвижимости в Софии высокий спрос сейчас. Дорогие друзья, я Людмила Шабалина, компания New Estate. Говорим о недвижимости Болгарии на стриме Прианру в Телеграм. Несколько слов давай, ты уже упомянула историю, связанную с арендой, что с точки зрения получения дохода тоже покупают недвижимость, в том числе курортную. При этом, в общем, курортная недвижимость в Болгарии никогда не была таким сверхприбыльным активом, просто потому, что курортный сезон не очень большой, но, с другой стороны, ты говоришь сейчас, что солнечный берег постепенно становится, скажем так, круглогодичным, да, по крайней мере, если не курортным, то круглогодичным местом для проживания. Поэтому, как сейчас вообще сдаются в аренду, насколько это у вас требовано? И вы же тоже немножечко этим занимаетесь, поэтому давай пару слов таких. Да, ну, мы оперативно не занимаемся сдачей в аренду, управлением недвижимости физически, заселением, выселением, но мы имеем наблюдение, поскольку мы также развиваем софтверные продукты, IT-продукты для ательера, для гостиничного бизнеса, и там мы можем, у нас есть наблюдение по заполняемости гостиниц. То есть гостиницы на берегу, которые работают в режиме all-inclusive или ультра-all-inclusive, на максимум сданы, все сдано в аренду, то есть туристов очень много, заполняемость почти стопроцентная, можно сказать, на побережье. Что касается квартир отдельных апартаментов от частных собственников, то тут есть такой момент, что так как у нас здесь на побережье очень много россиян, владельцев недвижимости все еще, то у них возникают сейчас трудности со сдачей теми способами, которыми они сдавали раньше через платформы, как Airbnb, Booking, там вот аренду у нас есть такая платформа, поскольку они сейчас заблокированы, и люди не могут сдавать через эти платформы свое жилье, то есть им приходится прибегать к помощи компаний, которые специализируются, фокусированы на сдаче в аренду, на управлении недвижимости. И насколько я вижу, что есть такие, мы даже многих наших покупателей вот тоже направляем в эти компании сразу, предлагаем обратиться, потому что там некоторые компании работают очень целенаправленно на управлении, с управлением недвижимости занимаются, и, ну, конечно, там расход уже необходимо им платить за эти услуги, и, конечно, сдача в аренду становится не такой выгодной, как бы она была, если бы люди могли сдавать напрямую, как раньше, там через платформу Airbnb и другие такие, ну, вот такая примерно ситуация. Но что касается туристов, очень много побережья заполнено, все шезлонги заполнены, по 10 левов место, ну, я имею в виду один шезлонг или зонтик, все забито, просто очень много людей. Насколько активно сейчас граждане России продают? Потому что об этом говорят, но каких-то цифр не приводят, возможно, этих цифр и нет, просто твои ощущения. Действительно, ну, это еще было еще и до пандемии, и в первый пандемии, и во второй, многие собственники стали продавцами, да? Насколько сейчас действительно это массовая история, или чуть больше, но сказать, что прямо вот вам нельзя? Да, те, кто задумал продавать еще с началом пандемии, то те, в принципе, сейчас и допродали, все закрыли этот вопрос недвижимости, у кого стояло в планах продажа, да, своего жилья. Сейчас, после 24 февраля, немножко люди, те, которые, например, были у нас такие случаи, которые вот в панике сразу там начинали продавать, поскольку было ничего неизвестно, что будет, как будет и так далее, то спешили продать и хотели как можно быстрее это сделать, и сделали это. Многие все-таки решили подождать, оставить свою недвижимость и сказать, что какой-то бум среди продавцов, то есть вот прям, что вот все выбрасывают на продажу свои апартаменты, такого нет. Продавцы по количеству, сколько было их раньше, столько же и сейчас, только просто цены изменились, как я уже сказала вначале, они подросли чуть-чуть, и сейчас, и также спрос высокий, поэтому те, кто на сегодняшний день решает продать, они могут реализовать очень быстро свои объекты. Пара вопросов у нас появилось. Вопрос первый, связанный с конкретно недвижимостью в Варне. Что происходит там, на какие цены можно ориентироваться по Варне? Значит, в Варне, как и в любом другом крупном городе, София, Бургас, цены 1000 плюс евро за квадратный метр, то есть 1200, 300, а то и 500 иногда доходят в зависимости от объектов и вида. Но когда мы говорим о недвижимости в крупных городах, как Варна, Бургас или София, там рынок просто совсем другой. Несмотря на то, что и на Солнечном берегу уже рынок стал очень динамичным, и все очень быстро продается, то в городах это еще куда более динамично. И потенциальным покупателям я бы порекомендовала, потому что иностранцам, гражданам из других стран, трудно сейчас, они, понимаете, рынка не знают, и вот пока они зайдут, пока все узнают, как происходит процедура, уже та квартира, на которую они обратили внимание, уже точно будет продана. Поэтому я бы все-таки порекомендовала тем людям, кого интересуют крупные города, выбрать какие-то, может быть, агентства, или даже желательно одно выбрать, агентство, которое будет специально вас обслуживать как потенциального покупателя, естественно, за плату за комиссионную, потому что тогда это агентство будет иметь возможность подбирать вам объекты и присылать, потому что если вы самостоятельно будете смотреть, то то, что вы смотрите сегодня, завтра уже будет продано, и, в общем-то, вклиниться между болгарскими покупателями очень трудно, и хорошие, выгодные предложения продаются просто в дни, считанные дни, поэтому сложно сейчас вот, ну, в городах цены от 1200 за квадратный метр и выше в зависимости от района и вида, ну, и состояния самого жилья. Окей, тут в чате попросили скинуть контакты, я думаю, что мы как-нибудь сейчас придумаем, коллеги мои, в этом чате, я думаю, сейчас в ближайшее время контакты Людмилы смогут опубликовать с тем, чтобы можно было связаться с Людмилой по завершении вебинара, стрима, точнее, нашего, мне сказали, что это не вебинар, но все-таки в Телеграме, а стрим. Если, Филипп, прошу прощения, вот я хочу для потенциальных покупателей чуть-чуть одну вставочку сделать по поводу того, что будьте готовы к тому, что вам нужно быстро реагировать. Если у вас есть цель купить сейчас жилье, то ситуация на рынке обстоит таким образом, что все очень быстро продается, и спрос даже на курортное жилье среди болгар люди выстраиваются в очередь на осмотры и на все остальное. Поэтому вам, покупателям болгарской недвижимости, я советую проделать серьезную домашнюю работу, ознакомиться с пляжами, с городами, посмотреть карту, немножко почитать форумы, ну, то есть виртуально ознакомиться с районом и с самим рынком, потому что у агентств сейчас реально физически нет возможности консультировать, какие здесь пляжи, где магазин находится, просто не остается времени из-за того, что очень большой спрос и динамика высокая. Продолжение этого от одного из наших зрителей вопрос, а нет ли ощущения, что рынок перегрет? Нет ли ощущения, что... У нас, вот у нас, как у компании, я могу сказать, что есть такое ощущение, что рынок перегрет очень сильно. Просто это за 17 лет, что мы работаем на рынке, это в очередной раз, я могу сказать, что это самый успешный сезон для нас. Очень много продаж. Мы завершаем по три сделки в день. Просто какое-то огромное количество... И не только продаж, а и разных переоформлений, дарений, вступлений в наследство, раздел имущества после развода, все эти процедуры. И вообще, ну, просто динамика очень большая. Да, рынок перегрет. Люда, и тогда следующий вопрос, уже более такого технического свойства. Все равно для россиян покупка недвижимости в Европе сейчас по очень многим причинам затруднена. Но, тем не менее, насколько я понимаю, и покупки, и продажи идут. Несколько слов об этом. Если продаешь, если хочешь продать, какие должны быть действия, какие трудности могут возникнуть на этом пути, и как вы их преодолеваете с переводом денег и так далее? Пожалуйста. Да, перевод денег – это самый важный вопрос для продавцов получения денег. И на сегодняшний день, конечно, есть некоторые трудности с тем, что те банки, которые находятся под санкциями, в них перевести деньги из-за рубежа невозможно. Но по-прежнему есть еще банки, которые не под санкциями. И мы туда переводим успешно деньги. Не знаю, я могу перечислить пару банков, но это, опять же, ситуация меняется. Но вот с Райфайзен у нас нет никаких проблем. Переводим люди за день-два получают свои средства. Есть еще такой банк «Абсолют». Вот в него тоже у нас доходят деньги. Люди получают. «Газпром» банк еще не под санкциями, или он и не будет под санкциями, я не знаю. Но на сегодняшний день вот так обстоят дела. И те, у кого банковские счета открыты там, они получают, продавцы, свои деньги быстро. Также сейчас продавцы открывают счета в банках других стран, как Грузия, Турция, Армения. Ну, находят там варианты. Даже у нас есть Сингапур и Арабские Эмираты. У людей люди предоставляют свои счета в банках других стран. Что касается пересылки документов, это еще одно препятствие, с которым нам приходится справляться. Но вот курьерская почта DHL, она до сих пор работает и доставляет документы из России. Поэтому если те продавцы, которые, например, не желают или не могут по каким-то причинам приехать лично на сделку в Болгарию, то они могут заверить необходимый перечень документов у российского нотариуса или в болгарском консульстве и переслать своему агенту или адвокату, там, с кем они производят сделку, через курьера. Несколько вопросов все-таки для того, вот если человек не может приехать, а продать хочет. Вот этот набор документов, хотя бы примерно, что это такое должно быть и на каком языке это все должно быть? Да, значит, если люди будут заверять документы, тут вопрос на каком языке, это смотря где они заверяют эти документы. Если в болгарском консульстве, то документы готовятся на болгарском языке, если у российского любого нотариуса, то на русском языке. Значит, что касается перечня, то это доверенность на представителей, своих уполномоченных представителей, кому вы доверяете сделку, и четыре, раньше было их три, теперь их уже стало четыре, заявления о декларации по установленной в Болгарии форме. То есть в Болгарии есть заявления такие, ну, они на русском языке называются заявления, на болгарском декларации о гражданстве и семейном положении, об отсутствии задолженности перед болгарским государством, подлежащим принудительному погашению, о том, что лицо связано или не связано с видными лицами, политиками, чиновниками и так далее, европейскими, болгарскими. После есть еще декларация, вот появилась сейчас одна декларация о том, что человек, лицо не находится в списке лиц, на которых наложены санкции со стороны Европейского Союза. То есть это новая декларация, она вот несколько месяцев назад появилась. В общем, когда люди решают продать свою недвижимость дистанционно, удаленно, конечно, как в любой сделке, в первую очередь это доверие. Вы должны найти людей, агентства, адвоката, кому вы доверяете этот процесс. Соответствующие люди для вас подготовят весь комплект документов в готовом виде. Отправляются эти все документы на электронную почту. Вам вы их там распечатываете и идете или к нотариусу, или в консульство Болгарии, кому где удобно заверять. Потом их пересылаете в курьерской почте IDHL. Соответственно, присылаете банковские реквизиты банковского счета, на которые вы хотите получить деньги от продажи. Ну и уже ждете, пока агентство выполнит свою работу. И подписание нотариального акта, оплата и регистрация сделки происходит в один день. Документы назад. Вы же IDHL из России их получить можете, но в Россию IDHL их отправить не можете. Да, ну смотрите, продавцу, как правило, достаточно, наша практика показывает, что продавцу достаточно сканированной копии нотариального акта купли-продажи, где это будет этот акт подтверждением происхождения денежной суммы, которая поступила человеку на счет. Очень редко, но есть у нас такие продавцы, которые все-таки настаивают на оригинальном бумажном нотариальном акте. В данный момент переслать в Россию документы мы не можем, потому что почту не доставляют в Россию. Если эти люди найдут какой-то способ через кого-то передать, через знакомых, то всегда пожалуйста, или же в какую-нибудь другую страну, или сохранить эти акты у нотариуса или у агентства, и потом забрать при удобном случае. Ну то есть это нужно, этот вопрос решить с почтой из Болгарии в Россию. Сейчас есть сложности. Несколько вопросов как раз от Анны, я сейчас обязательно на них ответим. Несколько вопросов, и часть из них связана с возможностью покупки. Вот ты сказала, что у вас до трех, ну не сделок, до трех процедур в день вы делаете, да, потому что не всегда это купли или продажи, но всякое разное бывает. С россиянами были ли в этом году сделки по приобретению недвижимости? Да, у нас очень много сделок таких, что россияне находят продавец, допустим, из России, и покупатель из России, они находят друг друга у себя в России самостоятельно, и мы выполняем в данном случае чисто административную техническую функцию по подготовке документов для обеих сторон. Такие вот были у нас, ну далеко не очень много таких сделок. Также есть у нас тоже, например, сделки, когда продавец, ну, к примеру, скажем, англичанин или из другой страны, да, а покупатель из России. Вот здесь тоже такой момент, готов ли он приехать, потому что россиянам сейчас, чтобы приехать в Болгарию, нужно делать такой, ну, крюк серьезный, то есть люди летят через Истамбул, через Грузию, через Армению, то есть вот такие немножко в обход, да, приходится лететь. Но есть у нас такие покупатели из России, которые приезжают на сделку и подписывают лично документы, получают нотариальный акт. Вот, поэтому тут, в принципе, знаете, нет непреодолимых каких-то препятствий, все преодолимо, главное определиться, что хочешь купить, продать и выбрать, ну, план, по которому человек хочет осуществить эту процедуру. Окей, ну и тогда уже, наверное, в завершении нашей беседы пара вопросов такого общего характера, тоже, ну, вот один из них Анна задала. Он, ну, понятно, и мы часто с тобой это обсуждаем, но в частых разговорах, да, просто поскольку давно знакомы, дружим, обстановка сейчас, атмосфера какая. И с одной стороны, есть совсем политические истории, да, которые, безусловно, ну, наверное, если бы в мире остались только политики, мир бы закончился завтра, наверное, да, то есть это, к сожалению, так. Но есть не просто какие-то, ну, бытовые примеры, я знаю, что и с украинцами вы много работаете, и с россиянами, и украинцы с россиянами, я знаю, в Болгарии очень много работают. Несколько слов об этом. Насколько сейчас вообще это нормально, спокойно, безопасно, что сейчас происходит в том же, в бытовом смысле? В бытовом смысле ничего не изменилось, все как было, так и есть, особенно вот на курортах люди гуляют с хорошим настроением. Мне этим летом приходилось очень много сталкиваться с россиянами, которые приезжают, они с нами, например, продавали квартиры, вот, они приезжали лично на сделку, то есть в разговорах с ними никто мне не сказал, что к ним какое-то там плохое отношение здесь, то есть все нормально, как было раньше, так и есть. Я уже не хочу вникать в какие-то конкретные ситуации в супермаркетах или там продавец какой-то, ну, это такие детали, может случиться везде и с каждым. Но в целом обстановка очень курортная, очень хорошая, и то есть нет таких каких-то, здесь вообще ничего этого не ощущается, то есть если не включить там телевизор и не слушать, но официальная позиция болгарского правительства, она ясна, люди могут погуглить там, посмотреть и понять, что да, мы не будем это обсуждать, будем обсуждать только покупку, куплю, продажу и недвижимость. Ну, все-таки про супермаркеты, как раз все равно, раз ты уже затронул эту тему, хочу тебя спросить, говорят, инфляция везде, но вот ты сама это чувствуешь по ценам, что у вас изменилось и насколько это действительно серьезно, если мы говорим не о ценах на недвижимость, а о ценах на недвижимость, насколько здесь, София, на что серьезно, на что не серьезно? Значит, официальные данные, что рост инфляции 12% годовых, инфляция у нас, да, 12% в год, рост, а? Это к лету, летом к лету. Ну, это вот, да, вообще в год, вот сейчас я просто вскользь посмотрела и попросила тут меня проинформировать, что у нас инфляция 12%, но доходы у болгарских граждан выросли на 17%, то есть рост зарплат на 17%, поэтому сказать, что, да, если ты пойдешь, посмотришь на цену, то все подорожало, но и доходы у людей тоже выросли существенно, поэтому, ну, вот лично мы, ну, я вообще не ощущаю какой-то разницы, там, да, ну, роста цен, по цифрам, если смотреть на этикетки, то, да, цены выросли, но покупательская способность у населения тоже так же высокая, и поэтому... Я понимаю, просто, ну, для самих болгар понятно, но вот люди приедут, скажем, вот, ну, как тебе кажется, то есть, я не знаю, молочный продукт, овощи, вот... Подорожало, для россиян, например, подорожало, ну, это мне так сами россияне говорят, что, ой, у вас все подорожало, ну, есть это, наверное, ощущение, да, как и так, со поддержки, там, потому что... Рестораны на курортах, например. Рестораны, да, да. Есть, опять же, высокий спрос, большой прилив туристов из Западной Европы, и все это отражается, есть спрос, рестораны заполнены, очереди стоят в ресторанах, поэтому, ну, и цены соответствующие, поэтому, да, есть такой момент. Николай, вообще не хочу, ты сказала, что таксоподдержки, то есть сейчас, ну, это тоже популярная, да, история, то есть в комплексах, можно сказать, стоимость проживания, в том смысле, что за обслуживание платить приходится больше. Да, я вижу, что некоторые комплексы повысили, опять же, в связи с инфляцией, повысили цену на таксоподдержки, и, то есть там, где было, например, 12 евро за квадратный метр обладаемой площади, сейчас это уже 12.50, где-то там было 10, стало 10.50 или 11, ну, то есть есть такие незначительные, но рост есть, но, опять же, это, как мы знаем, каждый комплекс, имеет свои правила и действует по разной там схеме, поэтому там, где комплексы большие, с большим количеством апартаментов из профессиональной управляющей компании, там у них есть такие таксоподдержки, которые определяются, особо, собственников особо не слушают, да, сколько там они бы хотели платить, а те небольшие комплексы, где таксоподдержки определяются сугубо от общего собрания владельцев, и сами владельцы считают, сколько они там хотят платить, сколько им необходимо средств на поддержку, бассейна, территории, озеленения, охраны, электричества и воды на общих территориях, да, то там может быть цена немножко и ниже. Есть такие комплексы, где даже такса снизилась, ну, немного, то есть есть такое, например, сделали какое-то собрание, решили что-то другое, есть такие комплексы, где в этом году бассейны вообще не были наполнены в связи вот с пандемией, что многие люди не приезжают в свою недвижимость, и не так, не все апартаменты заняты, там вообще собственники пришли к решению не наполнять бассейн, да, так тоже им чуть-чуть дешевле обходится в этом году, поэтому тут надо рассматривать каждый комплекс отдельно. Окей, ну и тогда в завершении я еще раз попрошу тебя несколько слов сказать о тех ценах, на которые нужно ориентироваться при покупке недвижимости в Болгарии, если можно при покупке и при продаже, потому что, знаешь, как купить и как продать, и вопрос завершающий ответить, а можно ли претендовать на какие-то скидки сейчас, то есть вообще торг насколько сейчас актуален? Все покупатели начинают, первый вопрос, который они задают, это последняя цена или торг уместен, то есть с этого начинают свой разговор покупатели. Продавцы, вот если особенно это россияне-продавцы, то они, первое, что нам говорят, это что курс евро очень сильно упал, поэтому в рублях то, что они получат, им стала, это недостаточная сумма, поэтому они ставят цену выше в евро, чтобы получить ту сумму в рублях, которую они желают получить. Иногда это бывает разница вот такая, пока оно сойдется в одной точке, проходит месяцы, месяцы, а то и, не знаю, и год, наверное, может пройти. А там, где продавцы, например, ставят желаемую продажную цену, пусть чуть-чуть выше рыночной, да, потому что идея в том, чтобы не продешевить и не продать дешевле рынка, особенно если человек не торопится, и он может подождать какое-то время, поискать своего покупателя. Вот, покупатели, я не рекомендую сейчас рассчитывать на скидки, на торг, лучше ориентироваться на те цены, которые объявлены, вот, ну, в интернете, на сайтах компании, потому что особенно это касается иностранных покупателей, потому что пока иностранцы будут торговаться и обдумывать, то болгарские покупатели купят, они здесь даже немножко выстраиваются в очередь и могут предложить и дороже цену. Поэтому, то есть, если вы действительно задаетесь целью купить апартамент, вам понравился какой-то апартамент, то рекомендую не давить в цене на продавца, потому что есть риск потерять предложение, цены медленно, уже не так резко, потому что они подскочили резко, вот, как я сказала, на 20-25% с прошлого года, сейчас они уже не так резко растут, но замедлилось немножко, но тенденция роста все равно есть. Поэтому, если вы сегодня что-то купите, условно говоря, за 30 тысяч евро, то у нас, вот, по нашим ощущениям, в следующем году этот объект уже будет стоить дороже на 2-3 тысячи, вполне возможно, потому что тенденция роста цен будет сохраняться. А продавцы, если они ставят перед собой задачу, вот тут нужно понять, как быстро вы хотите продать. Если у вас там есть месяц на продажу, как вот у нас были этим летом такие случаи, что продавец лично приехал в Болгарию, да, я говорю о россиянах-продавцах, и они говорят, мы хотим продать, пока я нахожусь здесь, я хочу продать свою квартиру и закрыть вопрос. Я буду здесь находиться, условно говоря, там до середины сентября. Мы, конечно же, изначально смотрим квартиру, оцениваем ее реально, мы знаем очень хорошо рынок, советуем продавцу поставить цену там чуть-чуть повыше, чтобы не продешевить, и уже смотреть буквально на каждые 2-3 дня, актуализировать цену и смотреть, если нет звонков, запросов, значит, цена высокая, нужно потихоньку снижать, и как только цена достигает привлекательного для покупателей уровня, квартира сразу же продается. Вот, но таких у нас было случаев, этим летом достаточно много таких сделок, и даже вот последние квартиры, которые мы сейчас продаем, они ушли, нашли своего покупателя, ни много ни мало, за 3 дня, вот буквально за 3 дня, то есть ставится правильная цена, сразу звонок, запускается реклама, сразу звонят, сразу дают предоплату, и уже документы мы быстро запускаем в работу, чтобы человек успел продать, пока он здесь. Два вопроса, ой, слетела бумажка, но думаю, что может быть не столь она актуальна. Два вопроса от Натальи, станут ли зимой, 3 даже уже, станут ли зимой цены ниже, нет ли ощущения, что сейчас курортная некая такая история. Второй момент, сколько стоят ваши услуги, и третий момент, сколько, если мы говорим о ценах на аренду в Варнии, какие цифры здесь могут быть? Ну, на аренду, это опять же, на аренду в Варнии, это понятие такое широкое, начнем с последнего, там, смотря где, в самом городе, в каком районе, насколько там большая квартира, двухкомнатная, трехкомнатная, на круглогодичный ли период, на короткий период, то есть, ну, в Варнии, как правило, на короткий, на посуточную аренду трудно найти что-то, ну, вот на круглогодичную или минимум на полгода, там, вот, ну, долгосрочная аренда, вот, ну, я не знаю, там, просто от 250-300 евро в месяц, да, при долгосрочной аренде, ну, и там надо смотреть уже, какая именно квартира, где она находится, я думаю, что тут, что бы я ни сказала, это все будет так, ну, просто какие-то цифры, а вот что касается стоимости услуг, какие услуги, то есть, если, это как продавцы меня спрашивают, есть услуги, у нас есть несколько видов услуг, значит, мы предлагаем абсолютно любые услуги, связанные с недвижимостью в Болгарии, это продажа, покупка, при покупке на сегодняшний день в курортных районах покупатели все еще не платят комиссионные, платят нам их продавцы, с продавцом мы согласовываем комиссионную с каждым в отдельности, когда мы устанавливаем цену и заключаем договор на поиск покупателей, то мы обсуждаем, конечно, комиссионную, как правило, комиссионная закладывается в стоимости, она варьируется от, в зависимости от объекта, от двух примерно тысяч до трех с половиной, ну, и там уже в этом диапазоне, в зависимости от цены и от других параметров объекта, мы это фиксируем, вот договариваемся на какой-то комиссионную, закладываем ее в цену и начинаем рекламировать объект. Что касается услуг по переоформлению права собственности, то есть это, как я уже сказала, наследство, дарение, вот многие сейчас дарят, там родители детям или там есть у людей ситуация, что после развода они там переоформляют доли или целиком объекты, то тут наши чисто административные услуги, они от 500 евро, это подготовка полностью всего комплекта документов для одной стороны, для второй стороны, сбор и укомплектовываем, собираем документы в местных службах, кадастровая схема, удостоверение о налоговой оценке, то есть все собираем. Слушайте, а вот подбор квартир, а если именно подбор квартиры для покупки, сколько? Значит, подбор квартиры, честно сказать, я не знаю, если говорить именно как наша компания работает, все квартиры, что у нас имеются в продаже, мы выставляем на наш сайт, и человек может сам себе подобрать из нашего, так сказать, виртуального магазина более-менее подходящие объекты. Дальше уже есть... Это бесплатно ему? Это бесплатно, да. Покупатели... А если человек приходит и говорит, помогите мне подобрать? Ну, честно сказать, у нас просто нет физической возможности заниматься таким подбором, потому что люди приходят с какими-то мечтами, которые мы осуществить реально не можем. Например, там человек себе просто нафантазировал какой-то объект недвижимости, а такой не существует. Например, домик с видом на море на первой линии на солнечном берегу со своим участком. Такого объекта нет, а у нас, бывает, поступают такие запросы. То есть и мы вынуждены просто сказать, что нет таких объектов, мы не можем его... Ну, подберите, ну, как мы подберем, если их просто не существует? Или там, мне бы вот такой объект, ну, вот на другом этаже, там, знаешь, что... Понятно. Окей, хорошо. ...бестанция поддержки, например, то есть это тоже сложно, поэтому... Так, ну и тогда вопрос еще, вот опять же, от Натальи. Давай зададим, и потом уже, я думаю, предложим нашим зрителям в частом порядке уже задать вопросы, тем более мы контакты оставили, милые. Если привести наличку, как положить в банк покупки квартиры, какие документы вы сможете подтвердить происхождение средств? Значит, россиянам сейчас банковские счета банки не открывают в Болгарии. То есть максимум... Я вот слышала такие истории, что кто-то умудрился открыть в каком-то там одном банке, в одном офисе после того, как объехало очень много банков и офисов, но это были владельцы недвижимости. То есть скорее этот человек должен показать, что у него есть жилье здесь, и где-то еще остались какие-то такие возможности открыть банковский счет. Но новым, как это было раньше, что любому иностранцу, да, вот банк мог открыть банковский счет даже и по доверенности, то сейчас ни по доверенности, ни в личном качестве новым клиентам из России банки не открывают счета. По поводу налички этот вопрос мне задают постоянно продавцы и покупатели из России. Значит, сразу скажу, что по закону в Болгарии оплата покупки недвижимости должна происходить только банковским переводом. Такого понятия оплатил наличными, получил расписку не существует, потому что если люди между собой рассчитались наличными, это все равно, что они вообще не оплатили. То есть, не дай бог, там потом придется, например, если покупатель заплатил наличными, а продавец потом скажет, что он мне не заплатил, то покупатель расписка не сможет доказать, что он заплатил, если дело дойдет до суда, потому что такая оплата не считается законной. Такие сделки считаются ничтожными. То есть оплата должна происходить через банк. И тут уже нужно находить варианты, как это возможно сделать через банк. Например, можно открыть банковский счет в другой стране и перевезти оттуда, или привезти наличными, но здесь в Болгарии, я не знаю, это уже нужно как-то искать людям варианты, как открыть банковский счет. Мы же сейчас с тобой говорим о любых русскоязычных. Да, это же вопрос, это только для россиян такие ограничения. Это только для россиян, да. Потому что украинцы открывают банковские счета по паспорту, даже если они не имеют недвижимости, есть возможность открыть банковский счет. Но при этом примеры, когда россиянин собственник недвижимости может открыть, такие есть? Такие примеры есть. Это сложно. Я слышала здесь от разных наших клиентов, собственников, которые продают сейчас недвижимость. Они мне поделились своим опытом, что они объездили здесь все банки в Бургасе, взяли машину на прокат, ездили очень много, объездили все банки, зашли в каждый офис. То есть в некоторых им сразу говорят нет, как только видят русский паспорт. В некоторых вот им удалось открыть в одном из офисов одного из банков в Бургасе после долгих таких вот поисков получилось. В общем-то, да. Ну и опять же ситуация меняется, поэтому я, все, что мы сейчас говорим, завтра уже может быть неактуальным, поэтому тут надо держать руку на пульсе и следить в процессе все нововведения. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, Людмила Шамбарина, компания New Estate, Филипп Березин, главный редактор портала Prean.ru, недвижимость за рубежом. Итак, Люда, спасибо тебе огромное. Сегодня я предполагаю, что не на все вопросы мы, конечно, смогли ответить, но, по крайней мере, на те, что ответили, результат есть. В частном порядке, думаю, можно будет задать и тебе. Ну и если к нам будут какие-то вопросы, тоже, пожалуйста, задавайте. Видеозапись нашего общения в ближайшее время выложим в нашем Телеграм-канале. Ну, на всем прощаюсь. Спасибо, Люда, огромное. Спасибо вам. До встречи всем мира. И мы вообще обычно по понедельникам и четвергам планировали делать наши стримы, но ближайший понедельник – это 1 сентября. И 1 сентября, я думаю, что у многих будут совершенно иные приятные хлопоты. Поэтому встретимся, наверное, уже в стриме на следующей неделе, но наш Телеграм работает 24 на 7. Люда, спасибо тебе огромное и до встречи. Спасибо вам за возможность пообщаться и за внимание. Всем мира, всем любви. До встречи. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.